Сейчас мы расскажем о том, как создавались некоторые из кадров И какая у них история, предыстория и то, чего вы не знаете Поэтому с этого момента вы не сможете смотреть на комикс так, как прежде Пристегнитесь, мы начинаем Кадр за кадром Сцены драк в первую очередь происходят в магазине Я много ходил, смотрел, как нарисовать этот магазин Оказалось, не очень... Ходил в собственный магазин Ходил в ближайший магазин, смотрел какие предметы, где лежат Чтобы подчеркнуть какую-то особенность, как это делают в мультфильмах Но понял, что это бесполезно И можно просто обозначить это все определенными коробками, определенными блоками Но интересно было это изучать, наблюдать И так как в магазине происходят сцены драк Очень прикольно было рисовать динамичные кадры Придумывать бой Потому что поначалу у нас не было ничего прописанного И я на ходу придумал, а что может делать, кто может делать Это зомби как нападают, как отбиваются, как драка происходит, что-то необычное Ну, мне кажется, что в нашем комиксе, опять же, как мы и сказали Многое напоминает мультсериал, мультфильм И если бы в обычном комиксе вы увидели пару каких-то кадров, связанных с дракой То здесь можно проследить целое сражение Увидеть, как появляются персонажи С чем они сталкиваются И таким образом драка оживает прямо на глазах С помощью застывших кадров Ну и плюс драк был в том, что мы не хотели показывать слишком много насилия Но мы понимали, что у нас есть зомби, их надо как-то убивать Поэтому мы немножко вуалировали это насилие Где-то это помогало создавать необычные кадры Как, допустим, разбивающиеся от выстрелов кадры Или дырки, которые появляются на кадрах зомби Все это помогало вносить какую-то необычность в визуальное повествование Но опять же, мы это делали не с основой на какую-то аудиторию более младшую Мы просто придерживаемся мнения о том, что насилие не обязательно показывать И каждый из нас додумает то, что происходит в кадре Насколько позволяет воображение, насколько позволяет возраст Вы уже придумаете, насколько, может быть, жестокая или менее жестокая была сцена Поэтому все выглядит именно так Не пропусти следующие концы света Подписывайся на нас там, где удобно тебе Все полезные ссылки мы оставили под этим видео Субтитры сделал DimaTorzok